Всем привет! Технология распознавания предметов становится все более популярной и легко понять почему. Такой робот спокойно объезжает сушилку, провода и всякую мелочевку на полу. Только представьте, насколько это круто! А теперь другая ситуация. У вас обычный робот, он включился по расписанию, когда вы на работе. А рыжик в очередной раз сел мимо лотка. Нет-нет, лучше даже не представлять, что будет. Ну так вот, месяц назад я делал обзор на Dreamy L10 Pro с технологией распознавания, а сегодня ко мне приехал его ближайший аналог. Xiaomi Mijia Vacuum Cleaner Pro или MJSTS1. Он стоит 28-35 тысяч рублей, но разработан для внутреннего рынка КНР. Поэтому в виде спойлера могу сразу сказать, что срусификация у него не просто плохо, а вообще никак. Зато Vacuum Cleaner Pro один из самых умных пылесосов на рынке с кучей всяких функций, включая отображение на карте мебели, настройки уборки для каждой комнаты, объезд ковров во время влажной уборки и много чего другого. Еще и сила всасывания, по заверениям производителя, аж целых 4 тысячи паскалей. В общем, предложение очень интересное, но мы не доверяем рекламе и всегда проверяем робота в полевых условиях. Поэтому ставьте лайк и жмите подписаться. А я начинаю детальный разбор Xiaomi Mijia Vacuum Cleaner Pro. Для начала заглянем в коробку и узнаем, что подготовил для нас производитель. Робот-пылесос. По ощущениям он весит килограмм пять. Чувствуется, что пластик скрывает множество всяких датчиков, моторчиков и микросхем. Швабра с установленной микрофиброй. Запасная салфетка. Кисточка с разрезателем. Запасная боковая щетка. Переходник для шнура питания. Инструкция на китайском языке. Модуль для комбинированной уборки. Шнур питания с китайской вилкой. Док-станция. По современным меркам комплектация неплохая. Есть даже запасные аксессуары. Не хватает только HEPA-фильтра. Возвращаемся к нашему роботу. Он сделан в фирменном стиле Xiaomi. Круглый однотонный корпус. Одна торцевая щетка и башенка лидара с оранжевыми прорезями. Глянцевое покрытие придает роботу презентабельный вид. По крайней мере до тех пор, пока оно не покрылось пылью и царапинами. Габариты стандартные. 350 на 97 миллиметров. Лидар без датчика давления. Но это нормально, поскольку робот определяет параметры окружающих объектов. Кнопок управления две. Первая отвечает за запуск и остановку уборки. Вторая – за возвращение робота на базу. При нажатии срабатывает цветовая индикация, а робот произносит очень важную информативную реплику на китайском языке. Впереди находится подпружиненный бампер, и он выполнен весьма необычно. Тонированное стекло очень узкое. Оно проходит вдоль нижней кромки бампера. Под ним скрываются и кодатчики. В центре сделано большое окно для системы распознавания предметов. Оно состоит из объектива камеры и 3D-датчика на базе TOF-сенсора. Резинового амортизатора нет, потому что в теории робот не должен биться в мебель. Чуть позже проверим, правда это или нет. Выпускные отверстия разместили в зазоре между бампером и корпусом. Оригинальное решение, но никаких функциональных преимуществ не дает. По бокам ничего интересного нет, просто черная панель. Сзади из корпуса выдвигается пылесборник. Для его извлечения нужно нажать на кнопку под нищем. Необычная форма контейнера объясняется расположением моторного отсека, примыкающего к пылесборнику слева. Видимо, так сделано для увеличения силы всасывания. Выпускное отверстие, как обычно, без шторки. Фильтрация двойная, хепофильтр и капроновая сетка. Объем контейнера 550 мл. Если нужно, на место пылесборника можно вставить модуль для комбинированной уборки. Он сконструирован почти так же, как и первый контейнер. Кнопка, выпускное отверстие и даже собственный комплект фильтров. Отличие заключается только в том, что часть пространства занимает бак объемом 260 мл. Соответственно, объем сухого отсека сократится до 300 мл. Заливное отверстие находится сверху, а внутри бака установлен насос. Перевернем робота и рассмотрим, что находится снизу. Поворотный ролик и контактная группа. Ведущие колеса с асимметричным протектором. Датчики падения. Два впереди и по два у каждого колеса. Такое количество датчиков объясняется тем, что умный пылесос постоянно маневрирует и может пятиться назад. Торцевая щетка с креплением на саморез. Турбощетка с плавающей рамкой. Щетина и ламели достаточно жесткие, а торцы снимаются для удобства обслуживания. Если сзади установлен комбинированный контейнер, под него можно закрепить швабру. Она представляет собой пластиковую насадку с отверстиями для подачи воды и креплениями типа велкро. Салфетка стандартного размера, но с неоднородным ворсом. Он сконцентрирован по центру, а края салфетки лысые и не контактируют с полом. Странное упущение со стороны производителя. Зато добавили подпружиненную кнопку, которая по идее должна прижимать швабру к полу. В целом, конструкция современная и продуманная. Пластик и сборка тоже на высоком уровне. Мне не понравилась только салфетка. Если у вас есть еще какие-то замечания, напишите в комментариях. А пока разберемся, как этим роботом управлять. Сперва нужно установить фирменное приложение Mi Home. И здесь есть важный нюанс. Меджия Vacuum Cleaner Pro разработан для внутреннего рынка, поэтому в графе «Регион» нужно обязательно выбрать Китай. Ну а далее все стандартно. Добавляем устройство, дожидаемся подключения, вводим параметры сети и следуем подсказкам на экране. После установки выясняется, что приложение не поддерживает русский язык. Все надписи на английском. Это первый серьезный недостаток робота, который нужно учитывать перед покупкой. На основном экране отображается построенная карта с разбивкой на комнаты. Над ней висит информационная строка с данными по последней уборке. Справа от карты находятся кнопки для зональной уборки и выбора места назначения. Две большие иконки под картой дублируют кнопки на корпусе. Включение и остановка пылесоса. А также возврат на базу. Сдвигаем экран вверх и открываем настройки уборки. В режиме Normal Cleanup можно переключаться между сухой, влажной и комбинированной уборкой. Настраивать мощность и интенсивность смачивания. В режиме Custom Cleanup можно настраивать количество проходов, мощность и смачивание индивидуально для каждой комнаты. Выбранные настройки отображаются на карте следующим образом. Второй вариант – назначить параметры уборки для определенного типа покрытия. Для деревянного пола, плитки, линолеума и так далее, а затем указать в какой комнате какое покрытие. Настройка по типу покрытия может пригодиться для больших домов, где количество комнат существенно больше, чем количество вариантов напольных покрытий. В дополнительных настройках можно просматривать историю, переключаться между несколькими картами, обводить запретные зоны для разного типа уборки, ставить виртуальные стены, объединять и разделять комнаты, давать им привычное название, указывать тип напольного покрытия. Самое интересное – это раздел функциональных настроек. Здесь можно отключать технологию распознавания предметов. Пригодится для тех случаев, когда система начинает сбоить. Например, при экстремальных загрязнениях или в комнатах с форсистыми коврами. Здесь же есть и детальные настройки распознавания. Здесь мы видим, какую мебель и какие типы объектов идентифицирует робот. Определяем, будет ли он показывать на карте найденные предметы. Ковры и мебель. Будет ли повышать мощность на коврах и объезжать их во время влажной уборки. В специальном редакторе можно корректировать положение мебели на карте. Еще есть интересная функция под названием Beautiful Wow. По всей видимости, она позволяет обозначать временно недоступные участки. Например, комнату, дверь в которую часто бывает закрыта. При составлении графика можно выбирать время и дни недели, комнаты и индивидуальные параметры уборки. Также в функциональных настройках можно включать и отключать контрольный проезд вдоль стен и повторный цикл уборки. Настраивать режим не беспокоить, отключать режим быстрого построения карты, сбрасывать ее, отслеживать износ расходников, находить робота по голосовому сигналу. Отдельно под меню позволяет отключать голосовые уведомления и регулировать громкость. Выбирать алгоритм движений во время влажной уборки. В стандартном режиме робот будет ездить зигзагами, а в профессиональном по UI-образной траектории. Не забыл производитель про калибровку датчиков и ручное управление. При необходимости можно изменить имя робота, предоставить доступ другим членам семьи и насладиться иероглифами в справочном разделе. Функционал управления ошеломляет. Такой дотошной настройки уборки я еще не видел. Не хватает только удаленного подключения к камере, как это реализовано в Roborock S6 Max V. Единственный минус заключается в подключении через китайские серверы, из-за чего приложение частенько тупит. Теперь посмотрим, как обстоят дела с навигацией на местности. Алгоритм движения у робота классический. Вначале обходит периметр, потом обрабатывает основное пространство. Я положил на пол несколько дополнительных препятствий, но Medgeo Vacuum Cleaner Pro это не смутило. Он четко распознал носки, кроссовок, сетевой фильтр и даже отметил их на карте с соответствующими значками. Робот аккуратно обмел коробку, игрушку и цветочный горшок, но специальных иконок для этих предметов в его арсенале не нашлось. То же самое касается сушилки и стула. А вот мелкие предметы Xiaomi игнорирует и не замечает в упор. Это нужно иметь в виду. Если ваш Newfoundland решит оставить большой, но не очень приятный сюрприз, робот поймет, что к чему и аккуратно объедет. А если сюрприз оставит мопсик, без корвалола обойтись уже не получится. Ворсистый ковер не стал для робота проблемой, хотя некоторые пользователи жалуются на то, что Vacuum Cleaner Pro воспринимает длинные ворсинки как скопление препятствий. Но в моем случае робот сработал безукоризненно. Черных ковров он тоже не боится, при этом со стола не падает. Дополнительно я провел тест с отключенным распознаванием предметов. Оказалось, что робот неплохо ориентируется и в таком режиме. Он успешно обошел все препятствия, кроме носков. В общем, если возникнут проблемы с коврами, отключать 3D-датчик можно будет смело. Если выключить свет, робот, конечно же, не будет распознавать предметы. Проходимость порогов хорошая. Vacuum Cleaner Pro легко преодолевает 15- и 20-мм планки. На максимальной силе всасывания батареи емкостью 5200 мАч хватает на 100 минут автономной работы. За это время робот успел убрать 83 квадратных метра. С учетом дотошного подхода к уборке скорость нормальная. В целом, навигация впечатляет. Да, есть погрешности. Минимальная доработка технологий не помешает. В остальном, реализована на уровне лучших представителей премиум-класса. Осталось только проверить, как робот справляется со своими основными обязанностями. Начнем с простого теста на гладком полу. Я рассыпал в загончики крупу, хлопья, наполнитель для кошачьего туалета и поставил туда робота. Этот небольшой участок Vacuum Cleaner Pro прошел трижды и очистил его на 98%. Остались только отдельные соринки в углах. Теперь то же самое, только с песком. Робот не меняет принцип действия. Трижды проходит по периметру и зигзагами. При этом собрать удастся только 95%. Теоретически, результат должен быть лучше, особенно с учетом заявленных производителем 4000 паскалей. Есть подозрения, что фактическая сила всасывания гораздо меньше. Посмотрим, как пылесос справится с тонким ковром. Разлет соринок здесь меньше, чем на гладком полу, но выметать мусор от бортов стало сложнее. Поэтому результат такой же, как на ламинате. 98%. Самым показательным оказался тест на среднем ковре. Здесь хорошо видно, что Vacuum Cleaner Pro собирает только мусор, лежащий на поверхности, и не может вытянуть соринки из глубины коврового ворса. Результат такой же, как умение мощных моделей. 65%. Думаю, что реальная сила всасывания не превышает 2500 паскалей. Шерсть Vacuum Cleaner Pro собирает качественно. Как видите, коврик абсолютно чистый. Большая часть волос попадает в пылесборник, но некоторые наматываются на щетку. Я использовал для теста только короткие волосы, но даже они намотались. Так что держите сервисную кисточку под рукой. Вы будете ей часто пользоваться. Заодно я проверил и уровень производимого шума. На минимальных оборотах мотора он не превышает 60 дБ. На максимальных достигает 70. Это средний показатель, характерный для большинства роботов-пылесосов. Не следует забывать, что Vacuum Cleaner Pro может не только собирать мусор, но и вытирать полы. В режиме полотера он работает практически бесшумно. Это большой плюс. Для профилактической уборки можно использовать стандартный алгоритм движения, а для оттирания пятен лучше включить Y-образный. Кофейное пятна робототер с двух проходов елочкой. При сильных загрязнениях, например, после пересадки цветков, целесообразно включить комбинированную уборку, чтобы робот высосал мусор и следом вытирал пол. Результат хороший. Ни земли, ни разводов не осталось. Но с некоторыми пятнами справиться так и не удалось даже после повторного запуска. Как для робота-пылесоса, качество влажной уборки отличное. Единственный минус – остается 10-сантиметровая грязная полоса у стен. Это связано с неравномерным распределением микрофибры. Она прилегает к полу только посередине и не вымывает по краям. Подведем итоги. Xiaomi Mijia Vacuum Cleaner Pro приятно удивил меня качеством исполнения и распознаванием предметов. Оно работает почти так же, как у более дорогих – D-Bot T8 Ivy или Roborock S6 Max V. Робот уверенно маневрирует между препятствиями, обещает крупные и средние объекты. Он станет надежным помощником в больших домах, преимущественно с гладкими покрытиями. А для глубокой очистки ковров Vacuum Cleaner Pro не хватает мощности. По сути, перед нами главный конкурент для Dreamy Bot L10 Pro. Остальные роботы с распознаванием либо хуже, либо дороже. У Dreamy не такое функциональное приложение, зато есть русский язык и реальная сила всасывания куда больше. Если в доме много ковров и собака, лучше ориентироваться на Dreamy Bot L10 Pro. Ну а если у вас ламинат и умеренный уровень загрязнения, можно смело брать Vacuum Cleaner Pro. Этот робот однозначно стоит своих денег. На этом у меня все. Пишите, что думаете про Xiaomi Mi Gea Vacuum Cleaner Pro. Понравился такой помощник или нет? А если уже являетесь владельцем, то буду рад почитать про ваш опыт эксплуатации. Также буду рад вашей поддержке, поэтому ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. С вами был BestRobot. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok